привет друзья все снова и снова у меня российские охотники спрашивают именно про р.м. 1 пружину с петлей про их не размеры так как их там как я понял пока не достать может кто-то будет и сам их делать технологии я спрашивал нею не дали у меня сын связывался с этим дедом который придумал но как я уже говорил в ранних виде как он продал весь этот бизнес в америку от них точно ничего не узнаешь это само собой хорошо давайте вам нам точные размеры вот этой пружины р.м. 1 спрашивают на кого можно их ставить по моему на всех мелких зверей начиная от койота волка лисы точно так же енот много лет назад я тогда еще в виде ки не снимал не еноты тоже попадались все зависит естественно от размера петли это вы уже сам сами как решите я вам уже показывал сейчас я еще раз покажу так петель понаделала я очень много использовать не пришлось но зато запас есть как я уже говорил делайте проволоку ну это уж кто как хочет да кто-то ей просто ветками регулирует именно диаметр петли скажем вот такой диаметр сейчас метр я нашел даже сантиметрами ну где-то 15 сантиметров такой диаметр он идеально идет на лесу точно так же на енота естественно вот эту проволоку тогда надо увеличивать до до самой петли чтобы она потом держалась вы можете потом его гнуть куда хотите я сделал очень большой диаметр это видите я на койота потому что все равно головой залазит и груди он потом это тащит за собой да и в конечном итоге пружина срабатывает длина длина сейчас я попробую направить как-нибудь так камеру чтобы было видно снимать не будет никакого как длина от начала пружины как палка на двух концах какое можно считать началом все равно разницы нету ну короче вот от этого диаметра до самой пружины 58 сантиметров то есть вся общая длина само собой умножаем на 2 метр шестнадцать метр шестнадцать это рим один метр шестнадцать три витка пружины диаметр самой проволоки я уже тоже как-то говорил сейчас его на ноль поставлю опять же 8 миллиметров так наверно не видно но 8 миллиметров короче так диаметр вот этих верхних колец куда вот цепляется все это у меня специально скрепленная так я их покупаю это чтобы вот этот крючок при перевозке не соскочил там не разорвался ничего диаметр 40 миллиметров короче 4 сантиметра обоих колец и вот этого и вот этого это наружный диаметр могу измерить и внутренние так сейчас у меня тут мешает эта связка сейчас внутренний диаметр 25 миллиметров два с половиной сантиметра короче это внутренний диаметр сюда приваривается вот эта пластинка с такой маленькой щелью вот видно наверное еще и сварка вот тут вот так идет это чтобы вот эта петля как раз и держалась об этом я уже не один раз говорил да она вот сюда выдевается повторяться сильно много раз не хотелось бы она так вдевается потом убирается этот крючок в смысле сюда еще в этот крючок выдевается выбираешь предохранитель и он готов когда зверь вытягивает с этого ну тогда короче все это в принципе и все размеры сам материал ну я думаю скорее всего это сталь потому что со временем они ломаются я как-то у друга брал он мне подарил пару вот этих пружин он оставил их на лето в сором в таком виде где-то в сыром месте они сильно проржавели и когда я осень их поставил она у меня буквально в руках когда я ее настораживаю она у меня вот здесь лопнула напополам пришлось выкинуть конечно опять же очень опасно так что всегда будьте осторожны с этими пружинами опасны они не только для зверя но также и для нас самих для охотников охотиться действительно можно почти на всех зверей естественно не медведи не лось там еще по секрету скажу всему свету наверное я каждый год теряю вот одну такую пружину это минимум попадаются вот эти белохвостые олени и и если бы если бы я делал конечно тросики покрепче вот эти которыми я привязываю косули бы тоже никуда не уходило но так они обычно они у меня обрывают вот эти тросики или вон деревья куда их привязываю и я теряю я потом иду по следу она видно она падает задыхается и в основном естественно они уже разорваны койотами да лежат и пружину я все равно так и не нахожу потому что койота быстро раздирает косули им надо где-то наверное час если маленькая стайка такая штук восемь растаскивают ее капитально во все стороны и обычно пружина у меня тоже пропадает вот такие вот дела это все что я сейчас в данный момент могу сказать о рам-1 не советуем покупать еще раз скажу рам-2 она чуть поменьше размером на лесу я уже столько много разговаривал и с охотниками и с продавцом который мне продает у кого я беру вот эти пружины это бессмысленно мне кажется выкинутые деньги вот эти пружины вот эти пружины даже не ставить вот эту маленькую пружину я вам тоже показывал неоднократно совсем маленькая если вот так сравнивать рам-1 и вот эту маленькую мини рам вы видите она она где-то в два раза меньше почти пытаетесь пробуйте если найдете сталь способ изготовления я думаю в россии еще остались кузнецы чего-то типа этого они точно способ найдут главное как друг у меня тоже говорит не перегревать вот эту сталь при загибании вот этой пружины и сверху когда варишь вот эту маленькую пластинку тоже очень аккуратно работать сваркой сталь она не любит сильный жар это наверное все знают и становится она больно ломкой ну в принципе все если у кого-то еще вопросы будут если смогу помочь пишите попробую ответить спасибо за внимание и до новых встреч до свидания